Итак, закон причины и следствия не может быть доказан, как говорят некоторые, так как касается нравственных проблем. Но это не является совершенной правдой. Нравственные проблемы вполне доказуемы. Фрэнсис Бэйкон указал на это в своем труде преимущество образования. Если мы хотим знать больше о вере, мы изучаем науку. Если мы хотим познать науку, то мы изучаем философию. Если мы хотим знать что-то о религиозной философии в науке, мы начинаем изучать искусство. Это все взаимосвязанные вещи. И все они являются объектами для работы закона причины и следствия. И куда бы мы ни повернули, правило это то, что на самом деле стоит искать во всем, в первую очередь. Если у нас нет правил и мужества соблюдать их, то наша жизнь начинает превращаться в череду конфликтов и противоречий, которые будут в основном выражаться в дискомфорте нашей жизни. Но нужно понимать, что нет ни одной причины, по которой это должно быть именно так, если мы умеем справляться с ситуациями, которые мы создаем.